МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год как двойное торжество. Заросленские пожарные отмечают главный праздник вместе с новосельем. Хочешь есть – умей вертеться. Советы от бывалого повара. Купил кролика – соблюдай тишину. Несколько заметок о правилах ухода за ушастым зверьком. Кролики – это не только ценный мех. Кто зарабатывает на символе года? Добрый день и с Новым годом! Здравствуйте! Вот и пришел самый долгожданный и самый любимый миллионами праздник. А вместе с ним пришло время для самой развлекательной из всех новогодних и самой новогодней из всех развлекательных программ. Программы «Мандарин-45». С вами ее ведущие Алена Познякова и Александр Гришаков. Ален, я решил кролика купить. У меня и знакомый есть, который их продает. Я тут до вечера у него побывал, присмотрел себе одного серенького. Ну, показывай, какого ты там себе присмотрел. Может, и мне понравится. Смотрите. Кролики как капитал. Валерий Ильиных пушистых зверьков держит уже 10 лет, но только летом прошлого года решил сколотить на них состояние. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и получил в центре занятости 58 тысяч. Теперь разводит зайчат на продажу. Ну, думаю, вот маленьких вот берут у меня часто, что ковыремедишка. Они подрастают или обратно их отдают, или приходят, просят, что давай нам самца. Эти животные идеальны для домашних условий. В еде неприхотливы, любят овес, морковку и кабачки. Не отказываются любимчики Валерия и от разных веточек. Сосенки, елочки, они тоже всегда едят. Липу, облепиху, красненькая, рябину, яблоньку хорошо, осину, сосенки или еболочки, чтобы они не болели. В кормлении кроликов главное не давать им прокисшее блюдо и следить, чтобы миска с водой была полная, рассказывает Валерий. Вот как любимое дело может превратиться в бизнес. А своего серого пушистика я все-таки куплю. Кролика-то я выбрал, а как ухаживать за ним, не знаю. Вот-вот, посмотри лучше пару советов от знающих людей. Знакомьтесь, Ксения Иванова, ветеринар. Она рассказывает нам, как нужно ухаживать за кроликами в роли подопытного ушастый крош. Если вы кролика решили купить, его надо сначала посмотреть, в каких условиях он содержится. То есть чистая ли клетка, как его кормят, как поят его. Много ли кроликов в этой клетке содержится, потому что они могут друг друга заразиться паразитарными и инфекционными болезнями. Прежде чем купить кролика, в доме нужно создать благоприятные условия. Помните, эти животные не любят громких звуков. Сверлить стены или заколачивать гвозди при них нельзя. Иначе лопоохам угрозит сердечный приступ. Их содержат в клетке, специальные на две части разделенные. Желательно прогулочный манеж иметь. Можно поставить лоток специальный низкий для кошечек с наполнителем, чтобы приучать его к лотку ходить. Кролики – существа нежные, требуют постоянного ухода. И наш крош любит, чтобы его постоянно гладили. Раз в неделю, если колотка шерстная, их чесать. Если длина шерстная, иметь нужно один раз в день или хотя бы один раз в два дня. Обязательно. Крош оказался не таким уж крошкой. Он весит полтора килограмма. Это средняя масса для пушистых. А поесть наш питомец любит вкусно и много. Кролики любят очень овощные плоды, морковь, капусту, тыкву. Также зерновые концентраты им можно. И обязательно должно быть в их рационе сено. Обязательно присматривайте за ушастым любимцем. Кролики часто скрывают симптомы болезни, чтобы не беспокоить хозяев. Если, допустим, он ведет себя вяло, допустим, он кушает не очень хорошо, что-то у него какие-то истечения из глаз будут, покраснения, конъюнктивы, истечения из носа. При плохом аппетите вам обязательно надо состояние ротовой полости проверить. Слизистая, розовая, зубки без налета, здоровенькие, яс, никаких нет в ротовой полости. Постоянно удовлетворительное. Если вы решились завести кролика, знайте, наведываться к ветеринару нужно будет каждые полгода. Так значит, кроликов и кормить надо, и чесать. Что-то сложно как-то. Конечно, им еще особая атмосфера в доме нужна, почти как по фэн-шую. Чтобы и кролик у тебя жил, и богатство в доме было, советуют соблюдать несколько нехитрых правил. Правило 1. Благоговейно относитесь к воде как к главному источнику жизни и символу богатства. По возможности установите фонтан или водоем, пусть даже сувенирный. Журчание воды будет исцелять душу, нести положительную энергию, а с ней и удачу в деньгах. Правило 2. Заряжайте воду спиралевидными восьмеркообразными движениями. Это насытит ее кислородом и сделает живой, а значит, полезной для вашего организма. Правило 3. Следите за исправностью крана. Вместе с текущей из него водой будут утекать и ваши деньги. Правило 4. Разделяйте элементы зоны воды на кухне. Раковина, посудомоечная машина и холодильник не потерпят тесного соседства, иначе это приведет к семейным ссорам и финансовым неудачам. Последнее и главное правило – очищайте воду с помощью фильтров и мембранных систем. После этого она станет кристальной, как вода с ледников, а по свойствам будет близкой к воде высшей категории. Саша, ну хватит жевать. Ты что, в новогоднюю ночь не наелся? Не успел я поесть. Все эти приготовления, да еще нужно придумать, что приготовить и как стол украсить. Пока собирались, Новый год пришел. Я вот не задумываюсь, что готовить. Постоянно у нашего спортивного корреспондента Михаила рецепты беру. Он очень любит готовить и у него весьма неплохо получается. Интересно. Давай спросим, что там Михаил приготовил. Надеюсь, не крольчатину в собственном соку. Я тоже надеюсь. Здравствуйте. В эфире рубрика «Вкусняшка». И с вами я, повар-корреспондент Михаил Алимов и шеф-повар кафе «Светофор» Павел Кукушкин. Что мы сегодня будем готовить, Павел? Мы сегодня будем готовить поджарку из свинины с бананами, с красным вином, а к новогоднему столу. Что нам для этого нужно? Для приготовления одной порции поджарки из свинины с бананами и красным вином нам понадобится свинина 200 граммов, 1 средняя луковица, банан 1 штука, томатная паста или кетчуп, перечная смесь, красное полусладкое столовое вино, прованские или среднеземноморские травы. Пока разогревается сковорода, а в нашем случае тепан, кстати, можно приготовить это блюдо и на гриле. Итак, пока разогревается тепан, нарезаем лук. Форма нарезки по вашему желанию, лично я люблю полукольцами. Так, лучок порезали, помещаем его на раскаленный тепан и обжариваем до золотистой корочки. Теперь берем заранее нарезанную и желательно маринованную свинину. Маринуется мясо очень просто, за полчаса до приготовления блюда. Посыпается травами, солью, перечной смесью и, наконец, жарится. Такое блюдо может украсить любой новогодний стол, как на второе, на горячее, да? Очень легко. Готовится очень быстро, из самых доступных для нас продуктов. Ну да, свинину мы всегда можем купить в любом магазине нашего города. Лук у нас всегда есть в чулочке, у кого-то висит. Так он лучше хранится, как говорят. Так, и еще у нас банан. А вот банан куда идет? Многим покажется, что фрукты и мясо несовместимы, опровергаем. Ведь именно банан является заключительной частью нашего блюда. Он придаст ему аромат и будет вкусовой изюминкой. На одну порцию нарезаем кольцами примерно треть фрукта и добавляем к обжаренному мясу. Смешиваем продукты, приправляем кетчупом и в конце поливаем красным столовым вином. Льем тоненькой струйкой. Хорошо, стол. Украшения, я думаю, не нужно. Украшения, ну, мне кажется, как каждый байк по своему вкусу, видно. Вот такое вот блюдо может появиться и на вашем столе. А если вы не любите готовить, можете заказать его в кафе «Светофор». Вам его приготовит наш шеф-повар Павел Кукушкин. Всего доброго, приятного аппетита! Спасибо, Миша. Вот сейчас эфир программы запишем и обязательно наведаемся к тебе за праздничный стол. Может, ты одна поработаешь, а я пока пойду попробую, вкусно или нет, у Михаила получилось. Сиди. Кстати, ты знаешь, что по данным статистики, после новогодних застольей в инфекционных больницах заканчиваются свободные места. Давайте посмотрим, до чего доводит злоупотребление пищей. Встретить Новый год и не попасть в больницу – актуальное пожелание для жителей нашей области. Ведь шумные застолья с размахом – отличительная русская черта. Оливье, мандарины, шампанское – продуктов на наших столах оказывается в несколько раз больше, чем мы можем съесть. Даже здоровый организм не всегда в состоянии выдержать такое обилие блюд, что уж говорить о людях с хроническими заболеваниями. У нас с гастритами страдает, наверное, процентов 70 населения. То есть каждый должен знать, что нельзя, много жирной пищи нельзя, особенно жирную пищу нельзя в сочетании с крепким алкоголем. Каждый отвечает сам за себя. Статистика печальная. Обычно после новогодних праздников в больнице переполнены, рассказывают врачи. Алкогольное опьянение, обострение гастритов, язв, панкреатитов, гепатитов. Группам риска относятся люди с заболеваниями желудка, сердца и суставов. У каждой болезни свои исключения в меню. Так пожалейте себя и докторов, они тоже хотят отдохнуть. Вот несколько советов, как сохранить свой желудок. Ешьте фрукты до принятия основных блюд. Они подготовят организм к перевариванию остальной еды. Определитесь с белками, старайтесь не смешивать рыбу и мясо. Как можно больше двигайтесь. Не упускайте возможность потанцевать или просто подышать свежим воздухом. Мучает похмелье? Позвоните терапевту. Для снятия похмельного синдрома очень широко рекламировался в свое время аспирин. Мы не знаем его другого действия. Аспирин вызывает образование острых эрузий, желудка и 12-перстной кишки, которые, в свою очередь, могут привести к развитию кровотечения. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Отметьте Новый год с пользой для организма. Что-то мы все о еде и о еде. Может, уже о символе года поговорим? У наступившего года несколько символов. Однако, по китайскому лунно-солнечному календарю, 2011 год считается годом белого кролика. Интересно, при составлении календаря мнение самих кроликов учитывали? При составлении этого гороскопа прежде всего учитывается ритм движения Луны, Сатурна и Юпитера. Стой, стой. Мне надо поесть, сбегать, а потом продолжим, ладно? Иди уже. Сейчас короткая рекламная пауза, а после продолжим разговор о кроликах. Дорогие зауральцы, мы с вами прожили еще один год. Он был непростым, но сегодня, оглядываясь назад, оценивая результаты проделанной работы, можно смело сказать, он прожит не зря. В 2010 году наша область развивалась динамично. Вместе нам удалось добиться роста промышленности, продолжить строительство социальных объектов. Это перинатальный центр, ледовая арена, юность, новая, ТЭЦ и дороги, и многое другое. Что сделало лучше и комфортнее жизнь больших и маленьких зауральцев. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Уверен, что для успешной реализации планов на 2011 год у нас хватит опыта, энергии и настойчивости. Особые слова благодарности хочется сказать вам, труженики села. В этом году мы пережили тяжелейшую засуху. И именно ваша самоотверженность в неравной борьбе с природой позволила спасти часть урожая и обеспечить регион хлебом. Нельзя не вспомнить о том, что в 2010 году Россия отметила 65-летие победы в Великой Отечественной войне. И мы еще раз низко кланяемся ветеранам, героически сражавшимся за свободу отчизны. Тем, кто, преневозмогая голод и нечеловеческую усталость, трудился в тылу. Дорогие зауральцы, мы вместе, мы одна семья, мы один народ, которому жить в своей стране, делать ее сильнее, богаче и краше. И сегодня я хочу пожелать вам в будущем году того, чего обычно желают своим родственникам и друзьям. Крепкого здоровья, удачи и счастья. Пусть в каждом доме царят мир, взаимопонимание и любовь. С Новым годом вас, дорогие земляки! Ты мальчик! Принц, оказывается, жив! А как жив? От режиссера Андрея Кончаловского Это мой город, но крысиный король отобрал его у меня. Кто же знал, что она полюбит эту деревяшку? Что происходит? Откуда они узнали? Великая сказка, покорившая мир. Щелкунчик. Смотрите в кинотеатре «Россия». БК «Недвижимость» поздравляет всех горожан и своих клиентов с Новым годом! Здоровья, счастья и удачи в 2011 году! БК «Недвижимость» с Новым годом, с новым домом! Он докажет, что он тот герой, каким всегда мечтал бы! Путешествие Гулливера! Также в формате 3D. Смотрите в кинотеатре «Россия». Компания «Акрилон», кинотеатр «Россия» и журнал «Телесель» представляют с 31 декабря по 10 января акцию «У всех на глазах». Вырежи из журнала купон, прикрепи к кинобилету, подпиши и опусти волшебный ящик в кинотеатре «Россия». Розыгрыш призов у всех на глазах на новогодних каникулах. Так что смотри в оба! И снова здравствуйте! Привет! Это снова мы и программа «Мандарин 45». Мы говорили о том, что 2011 год кролика. Если быть точным, год белого кролика. Почему белого? Заглянем в интернет. Китайское название кролика «Ту» – четвертый знак китайского зодиака. Элемент – металл, цвет – белый, полярность – отрицательная. Кролик чрезвычайно робок, но несмотря на свою робость, он очень гостеприимен, ценен домашний уют и красоту. Поэтому в год кролика приглашайте к себе самых дорогих друзей и сами навещайте их почаще. Кролик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться показать себя выскочкой в 2011 году. Лучше попробовать заслужить уважение кролика, понравиться ему. Среди позитивных качеств кролика присутствует неуемная романтичность и преданность, поэтому браки, заключенные в этот год, обещают быть особенно удачными. Кролик – животное семейное, символ плодовитости, потомства и спокойствия. Год кролика для талантливых людей искусства. Вообще, люди, символ которых кролик, пользуются доверием окружающих, к ним часто прибегают за советом. Также в этот год любая помощь возвратится с торицей и обязательно окупится. Лучше держать свои планы и намерения в секрете, чтобы никто не посмел нарушить их. На всякий случай, чтобы потом не кусать себе локти. Дети, родившиеся в этот год, будут одаренными и доброжелательными, но легкомысленными. Вдобавок, у них уже в раннем возрасте появится стремление гулять самим по себе, и они будут всячески добиваться независимости. Этот год не столько действия, сколько раздумий и подготовки к будущему. Чтобы начать действовать, нужно иметь некий фундамент, который лучше всего заложить именно сейчас. Этот астропрогноз общий для всех, а ведь есть конкретный гороскоп для каждого знака зодиака. Ну да. Кстати, мне очень интересно, что там кролик для льва приготовил. Я же лев. Посмотрим, что говорят звезды. Гороскоп для овнов представляет территорию отдыха любимая. В плане личной жизни этот год обещает быть для овнов удачным. Не придется беспокоиться и о финансовых проблемах. Работа принесет удовольствие. Компания «Уют» – спонсор прогноза для знака «Телец». В этом году «Телец» будет наслаждаться прекрасным этапом жизни. Некоторые получат неожиданное продвижение по службе. Семейная жизнь будет гармоничной. Финансовые проблемы, возникшие в этом году, решатся. Блесницам журнал «Телец 7» и газета «Зауральский курьер» сулит средний по важности год. Возможно, изменения в карьеры и финансовый рост. В середине года стоит вплотную заняться здоровьем. Спонсор гороскопа для раков – магазин «Экомир». Раки в этом году способны добиться успеха во всех проектах. Присмотритесь к людям. Некоторые из них смогут открыть новые двери к достижению ваших целей. Астропрогноз для львов подготовлен при поддержке компании «Люксмонтаж». Львам астрологи прогнозируют хороший год. Вас ждут романтические встречи. Регулярно занимайтесь спортом. Запишитесь на фитнес. Некоторые львы получат продвижение по службе. Оздоровительный центр перемена представляет гороскоп для дев. Родившимся под этим знаком звезды обещают финансово стабильный год. Семейная жизнь не нарушит ритма. Для весов астрологи предсказывают замечательный год. К вам будет улыбаться удача. А салон оптики «Аквилон» советует в середине года совершить путешествие своей мечты. Спонсор знака «Скорпион» – территория отдыха любимая. Астрологи предвещают скорпионам карьерный рост. Однако в год кролика вам стоит вспомнить о пробежках на свежем воздухе. Кинотеатр «Россия» представляет астропрогноз для стрельцов. Этот год очень хорош для стрельца. Романтические отношения принесут только приятные сюрпризы. Тем не менее, будьте на чеку, потому что могут возникнуть некоторые финансовые проблемы. На помощь придут друзья. Агентство «БК Недвижимость» пророчит к озерокам финансовую стабильность. На работе без изменений. Помните, дома вас всегда ждут близкие люди. Салон «Красивые люди» представляет гороскоп «Водолея». Водолеев ждет фантастически успешный год. Некоторые получат повышение по службе. В семейной жизни не возникнет никаких проблем. Финансовые трудности, если и появятся, будут решены без особых усилий. Спонсор гороскопа для рыб – торговая компания «Новый город». Этот год очень хорош для родившихся под знаком рыбы. В личной жизни вас ожидает успех. Со здоровьем не возникнет никаких проблем. Продвижение по службе рыбам гарантировано в конце года. Знаешь, Алена, а ведь Новый год может быть и двойным праздником. Почему? Сейчас расскажу. Там пола взрослая. Заросленские пожарные проверяют связь. Так совпало, что первая смена в только что построенном пожарном посту выпала на новогоднюю ночь. Перед дежурством огнеборцы осматривают автомобиль. Его недавно пригнали из другой части. Параллельно изучают сложные механизмы. Здесь в тумблере включаются мигалки. Здесь подсветка на эти бачки. Прожектор передний, прожектор задний. Все, больше ничего. Здесь включается на закачку, на выкачку. Пост пожарной охраны жители Зарослова построили сами. Разобрали и перевезли два нежилых дома. Остальные стройматериалы собирали всем селом. Строительство начали в конце октября. Сегодня у нас уже полностью закончено. Считаю, что стройматериалы брали. Где в колхозе, где что найдем. Вот старые всякие. Построили две комнаты отдыха. Гараж. Ближайшая пожарная часть в 12 километрах. О возгорании в последнее время случаются очень часто, рассказывают сельчане. Особенно летом, когда вокруг деревни горят леса. Нынешнее лето. Четыре раза мы всей деревне выезжали тушить. От старых. Ну и старый млад все. С тряпками, с бочками, с ведрами именно. А вообще-то с 2004 года мы каждый год теперь можем немножко вздохнуть посвободнее. Машинка у нас своя есть. Пожарные еще будут повышать квалификацию. Кстати, заработную плату работникам бронзбойта будут платить из районного бюджета. Глава местной администрации подготовила все документы. Я уверена, что ребята будут работать добросовестно. Нам с ними предстоит обучаться нелегкому труду пожарной охраны. И труд у них колоссальный впереди. Пост пожарной охраны в Зарослом – один из нескольких, что открылись в Белозерском районе в 2010 году. Новый год пришел сюда вместе со спокойствием. Что-то мы все о серьезном. Праздник ведь, веселиться надо, шутить. Здесь мы тоже подготовились. Предлагаю посмотреть КВН «Кубок за Уралье». Не откажусь. А в России существуют различные виды войск. Итак, представьте, в казарме железнодорожных войск. Ротоподъем! Повторяю. Ротоподъем! Да! Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Кто завернул монтировку в газету? А сейчас представьте, молодая пара придумывает имя своему двадцатому ребенку. Ну, я не знаю, может быть, Гриша? Не, было. Ну, может быть, Иннокентий? Было. О, сын, привет! У тебя шнурки развязались! Спасибо, пап. Как его зовут? Я не знаю. Спроси. Сама спроси. Давай монетку кинем. Давай. Опа, Решка! Да, папа? Мы назвали своего сына Решка? Так, Решка Сергеевич. Да, папа. Ну, я не знаю. Давайте назовем контекс. Что это? Я не знаю. Спроси. Сама спроси. А нашего гостя недавно бросила его единственная девушка. И он очень переживает по этому поводу. Овца, блин. Никогда больше с девчонкой не дружить. Не буду. Так, собрались. Собрались. Что, я не мужик. Я мужик. Я мужик. Костя, ты что, плачешь, что ли? Кто плачет? Я не плачу. Да у меня таких миллион будет. Ты что? Да нет, Кость. Похоже, ты плакала, реально. Да не плакала. Да ладно, Кость, ну не переживай. Вот в пятый класс перейдем, у нас этих девчонок вот столько будет. Что, надо? Ага. Ест, ест, ест. А последующей миниатюркой нужно немножко подумать. Энергосберегающая девушка на дискотеке. Девушка, а можно? Мы с тобой шутим, смеемся, а что за окном творится, не знаем. Сам я в погоде не очень разбираюсь. Но добрые люди подсказали, что для катаний из горок погода просто идеальная. Впрочем, сама послушай. Сегодня не облачно, погода хорошая, без осадков. Легкий морозец. Не больше десяти. Минус семь. Тепло. Ветра нет. Снега нет. Атмосферное давление в норме. 750 миллиметров скрупного столба. Кстати, добрые люди поговаривают, что в Новый год у нас в области шпионов видели. Американских? Не знаю. Вот посмотри, что очевидцы говорят. В советское время мы чаще было. Сейчас мало. Давно когда-то, в 80-х годах, видел негров. Внучка в школу ходит. Я дома сижу, так что не вижу. Довольно-таки часто. На площади можно увидеть. Летом, наверное, больше не видел. Не вижу, но я знаю, что они приезжают. В магазинах, в кинотеатре, на катке. Ну так, в общественных местах. По делам куда-нибудь идут. И все. Что они могут делать в городе Кургане? Приехали, видимо. Ну, просто посмотреть наш город, ознакомиться, наверное. Чем они еще могут заняться. Ходят, что-нибудь гуляют, смотрят. В основном они работают на стройках. Вот на стройках я видел. Немцев видел. Финнов. Да, хоть где. Хотя бы он за той кучей снега. Там, может, есть. Алена, я же забыл тебя с Новым Годом поздравить. Вот, держи, тебе подарок. Спасибо. А наших телезрителей поздравят прохожие. Наши корреспонденты подготовили им сюрприз. Я думаю, что этот год будет поспокойнее и в мире, и со здоровьем, и в экономике нашей страны. Хочу, чтобы мы почаще встречались. Любите друг друга, уважайте друг друга, любите своих родителей. Желаю, во-первых, здоровья, счастья, всех земных благ. Что они хочут, желают в Новом Году. Все, чтобы сбылось. Я желаю всем своим родным самое главное – здоровья, счастья, удачи. Ну, и всего самого наилучшего просто. Всем хорошего настроения новогоднего и успехов! В детском саду мы побывали уже после Нового Года. Там дети и подарки получили. Интересно, какой самый популярный подарок в этом году? Я под девушкой игрошал игру пиратов. Я просил дедушку полицейский набор. Он принес пистолет с конфетами, водный и комикс. Я получила две кружечки и игрушку-лялечку. Я бы заказал на Новый Год. Маме с папой подарил. Папе машину, маме слона, дедушке. Собаку он любит. Я просила у дедушки Мороза, чтобы люди никогда не умирали. Я очень уважаю дедушку Мороза, потому что он успел исполнять все пожелания. Я просила у дедушки Мороза часы Бендена. Это часы, превращающиеся в супергероев. Да, но как-то у меня круга не настоящая, а пока на батарейках. Классные подарки. Мне тоже надо еще кучу подарков близким подарить. Я даже не успеваю. Так и нечего сидеть. Поехали скорее подарки раздаривать. Спасибо, что были с нами. Рады вас повидать. До встречи после каникул. С Новым Годом, дорогие земляки. Проведите отлично праздничные выходные. А нам пора. До свидания. Одежда ведущим предоставлена магазинами белорусской женской одежды «Бурвин» и «Нелва». С Новым Годом, дорогие земляки. 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 Продолжение следует...